У нас в гостях российский писатель, обладатель Международной детской литературной премии Международной Владислава Крапивина, премии «Новые горизонты», дважды лауреат премии литературной, престижной литературной премии «Большая книга», журналист, сотрудник издательского дома «Коммерсант» Шамиль Идиатулин. Большое вам спасибо, что вы нашли время в своем плотном графике и согласились навстречу. Мы очень рады. Я знаю, что в 2012 году из нашей переписки выяснилось, что вы были в Манчегорске. Времени прошло достаточно много, появились новые произведения. Мы сегодня поговорим и о них, и о каких-то фактах вашей биографии, потому что, читая интернет, какую-то информацию, просматривая там, не все знаешь об авторе. Какие-то вопросы появляются после прочтения ваших произведений. Ну, вот такой, наверное, традиционный вопрос, но все-таки, мне кажется, очень интересный. Вы родились в Ульяновске, потом были такие города, вот, набережных в Челнах жили, потом Казань, сейчас Москва, город, в общем, мегаполис. Очень такой, со своей энергетикой, со своими какими-то там законами. Как, немного расскажите, пожалуйста, о своем детстве, и как все-таки случилось, что вы оказались в Москве? Юрий, здравствуйте, спасибо большое, что смотрите, слушаете. Очень приятно общаться, тем более Манчегорск у меня произвел неизгладимое впечатление, было здорово. Я должен предупредить, что у меня все-таки связь немножко подскакивает, поэтому я часть вопросов не слышал, но вот понял, что речь идет о том, каково было поменять несколько мест жительства, вдруг оказаться в Москве, которая совсем не похожа на предыдущие. В Москву меня, ну, волоком перетащили, потому что я к тому времени уже работал в издательском доме «Коммерсант», и несколько лет, лет шесть или семь к тому времени я исполнял обязанности в пасхоте СОПКОРа «Коммерсант» и газеты, тогда еще «Коммерсант» в Казани. А последние два года я руководил созданную специально для того, чтобы стать одной из ключевых точек региональной сети «Коммерсант» и редакцией газеты «Коммерсант» в Казани, и меня на этом просто заметили, как бы не уволили, но вот предложили, вернее, как предложили. Они пришли ко мне в кабинет, стукнулись 20 сразу начальников московских, зашли, я смотрю на них, распахнув глаза, они говорят «О, привет, хочешь в Москву?» Ну, не знаю, можно, наверное, когда? Ну, вот, типа, сегодня четверг, в понедельник приступаешь. Ну, что ж, и поехала. И вот так оказался в Москве, это было в 2003 году, вот, то есть с тех пор, как в Москве уже, получается, живу дольше, чем в любом другом городе. Я, естественно, в Ульянске вообще не помню, честно говоря, этой жизни, до 2 или 3 года. Мне было 3 годик, по-моему, когда мы переехали оттуда в Челны, и вот я на прошлой неделе был в Ульянске, меня пригласили. Ну, я не мог отказаться, потому что родной город 100 лет не было. Но я там, конечно, ничего не узнаю, ничего не вижу, ничего не знаю, хотя и подростком уже несколько раз побывал, и лет 20 не было. С тех пор, конечно, и город изменился, и я окончательные остатки памяти утратил. Потом я жил в Челнах, Челны, это город, как бы, моего детства, родной город, по факту все-таки многое с ним связано. И, ну, если говорить о том, что такое вот тупой город, это, конечно, Челны. Ну, по сути, все, что мог я по этому поводу, или многое, что я из того, что мог, я сказал в книжке «Город Брежнев», посвященный и городу, набережной Челны, и периоду моего детства, и той эпохи 80-х годов, и много чему еще. И воспоминания, наверное, той эпохи, которые частично неоправданно сладостные и слащавые, частично неоправданно печальные. Вот я пытался разобраться в том, насколько это, как могло быть на самом деле, как бы я вот сейчас на это мог посмотреть, если бы оказался на машине времени в том 83-м году, и при этом не был отягощен сегодняшними знаниями, сегодняшними какими-то рефлексиями. А потом Казань, ну, этот город такой уже, моего взросления и юношества, профессиональной работы, потому что все-таки работать профессионально. Журналист я начал уже в набережной Челнах, совсем мальчишкой, 16-летним, но уже в больших газетах, в режиме таком регулярно-постоянном и рассчитанном на долгие годы, это вот стало Казани. Ну, действительно, получились долгие годы, потому что, получается, я журналистике с 88-го года, а первая заметка у меня вышла, по-моему, году 84-го газете, то есть, когда мне было 12-13 лет, столько не живут, как говорится, но с тех пор я журналист, я с 2005-го года, я, получается, еще и литератор, у меня книжка 1-го, в конце 2004-го года, 2005-й год, ну, и больше 15 лет я уже, наверное, могу не зарагировать, когда меня называют писателем, но я все равно зарагиваю, конечно. То есть, вы все-таки журналист? Да, конечно, конечно. В первую очередь журналист, да? Да, я, конечно, не пишущий уже, поэтому я, как писатель, я сварщик ненастоящий, потому что, ну, вот, поздно начал, не совсем себя уютно долго в этом чувствовал, и синдром самозванца все-таки вещь, которая у меня тяжело была из себя выдавить, и до конца я так и не выдавил, может, это и хорошо. А журналист я не совсем настоящий, потому что я лет уже 15 как не пишу, то есть я в Москву, меня брали не для того, чтобы я писал, а брали меня на менеджерскую должность руководителя корреспондентской сети. Ну, потом я, у меня был светлый, замечательный, счастливый период, год примерно, когда я вернулся к активной журналистике уже, писательству, в этом канале власти, коммерсант, власти я работал обозревателем чуть больше года, это было замечательно. Ну, и потом меня опять вернули в менеджеры, я сейчас возглавляю региональный отдел коммерсанта, который занимается региональными редакциями, подобными той, что была в Казани, и там писать уже не приходится, то есть я на старых одрожжях, на старой памяти, конечно, не одно время писал по заметке в год, но сейчас уже этот режим исчерпан, и теперь я уже в книжке пишу, к сожалению или к счастью. Но по-прежнему считаю себя журналистом, потому что я редактор, но все равно это часть журналистики такая, не то чтобы самая ненужная часть, и не то чтобы позволяющая оставаться в каком-то свободном времени, поэтому писать их по ночам и праздникам. У вас есть книги в разных жанрах, и мистика, и фэнтези, и реализм в разных направлениях, так скажем. Вам в ком из них комфортнее вы себя как писатель чувствуете? Или вам везде хорошо? Ну, мне везде неуютно, потому что для меня всегда писательство, эта штука связанная с чем-то непонятна, потому что делать то, что я и так умею, неинтересно. То есть интересно одновременно и делать, и учиться этому, на ходу, так сказать, форму добудем в бою. Вот эту форму я в бою как бы и добываю, и зачастую эта форма, как положено, добыть в бою, это форма вражеской армии, потому что тоже фэнтези, и роман «Последнее время», который у меня вышел прошлой осенью, самый свежий, он вообще говоря, ну, такое, честное, этническое фэнтези. А я вообще фэнтези не люблю, я и читать не люблю это, и писать, естественно, не думав, что когда-нибудь возьмусь за это. Ну, вот как-то сошлось так, что герой, тема, сюжет, мир, который вдруг придумался, и придумывался давно, но не отпускал, он, все это оказалось возможным только в таком нормальном, естественном виде, только в рамках фэнтези. Ну и поэтому пришлось писать фэнтези. До этого похожие чувства у меня были в связи с подростковой книжкой, то есть меня со времени выхода романа «Убыр», мистического триллера, обзывали детским писателем, фантастом. А в момент первой книжки «Татарский удар», дурацкое название дали, когда она вышла, исходное название было другим, вот меня обзывали фантастом, хотя фантастики там не было никакой. И вот я, устав объяснять, объясняться, говорить, что не-не, я не фантаст, я не детский писатель, я понял, что без толку надо все-таки писать фантастическую детскую книжку, написал. И, похоже, или бы там совсем другие вещи происходили с иными романами. То есть я автор, получается, если задам наперед, отматывать фэнтези актуального романа про современность, исторического ретро-романа, шпионского романа, мистического триллера, романтической такой грустной утопии социальной и технотриллера. Вот, ну, может, что-то еще и забыл. И это все разные вещи, их объединяет одна штука. Мне было писать их страшно и интересно, и страшно и интересно. И для того, чтобы этого добиться, нужно было бы, чтобы они для меня каждый раз, каждая из этих текстов, каждая из этих тем была чем-то таким топью, болотным, которым может их засосать. Ну, я думаю, не жители Мончегорска рассказа, чем страшные топи и все такое. И при этом, да, там вот и морожка такая, товарищи, что, ой-ой, нельзя упустить. И мне было бы интересно самому пройти до конца этим путем, этими как гатями, топями, пробраться, и так, чтобы это всякий раз было что-то непонятное и неизведанное. И именно поэтому за это брался. На самом деле, каждая из моих книжек, это, скорее всего, триллер. То есть, ну, триллеры часто путают с детективами, с ужастиками, с хоррорами. На самом деле, это не так, потому что триллер, это, ну, по сути, модель, что ли, построение текста так, чтобы все время была фрил, дрожь, которую испытывает читатель, но заодно и писатель, из-за того, что вот, ну, что-то сгучает, что-то растает, что-то, может, опасное, страшное произойти. И это вот позволяет и читать с растущим интересом, с жаждой, и писать как-то из-за этого интересного. Каждая из моих книжек, она, я, по крайней мере, пытался писать так, чтобы она была ровно такой. Вот это их объединяет, наверное. А уж в каком они, как это принято сейчас говорить, сеттинге, что это такое, выданный мир, настоящий мир, реальный, сегодняшний, или мир, который был 30 лет назад, совершенно наш, или мир будущего, потому что я там уже успел и фантастическую повесть настоящую попробовать писать, или мир не случившийся, или мир, в котором есть фантастическое, это вообще не только фантазийное. Вот это уже, на самом деле, детали, которые только рассвечивают, и тексты, и сюжеты позволяют героев. Любая книга, например, про людей. И просто так про людей писать, это не всегда вот против, что у нас, про себя самого один раз рассказал, все, хватит. Следующий раз приходится рассказывать как-нибудь в новом повороте. Ну и вот тут на выручку приходят на другие жанры, либо подходы и инструментарии. Спасибо. У вас двое детей. Правильная информация? Мальчишки? Мальчишки-девчонки? Нет. Разнополые. Вот как они относятся к творчеству папы? Что говорят? Читают? Хвалят? Ну, они относятся, конечно, спокойно и снисходительно, но они большие у меня, во-первых, уже. И, в общем-то, на самом деле, они, в отличие от нормальных мальчишек и девчонок, конечно, настоящих, да, уже читать мои книжки не могут, потому что надо оговориться, что, несмотря на детские премии и все остальное, у меня, в общем-то, большая часть книжек, она 16 плюс или 18 плюс. Некоторые даже в целлофановой упаковке продают, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не раскрыл и не посмотрел, что там внутри, куда бог купить. И сын у меня, ну, он большой совсем уже, ему 27 лет, он одну мою книжку прочитал, вот, тоже недобровольно, то есть я, естественно, исхожу из-за того, что я, ни в коем случае, или, ну, мне просто стыдно и такой зашквар, да, вот, говорить, что, а что вы читаете мои книги, я там, макет-писатель, а вы, ну, это стрёмно совсем. Поэтому, если я такое скажу, я, наверное, потом немедленно побегу множницы искать, чтобы себе что-нибудь отрезаться, такие слова. Сын прочитал, потому что у него большая часть одноклассников прочитала вот роман Убыр, и узнали эти ребята себя, потому что многое там срисовано, конечно, из сына, из его одноклассников тех времен. То есть герой книги 14, и многое как бы срисовывалось именно с этой аудитории, когда писалось. Когда книги, ну, что они были, конечно, уже постарше, летом 16-17 было, вот, ну, и они так прочитали, опа, что-то мы начинаем узнавать. Прибегают к сыну, спрашивают, а что, это вот я, это вот он? Он, солидно делая вид, что понимает, о чем выречуете, ну, да. И побежал все-таки читать на третий или четвертый раз, когда его спросили, понял, что уже становится несколько неловко, как Леонид Ильич Брежнев, да, «Малую землю». Все читали, самому что ли прочитать? Вот, побежал прочитать, прочитал, сказал, ну, ты, оказывается, ничего так пишешь, вот, и все. Все, на этом пока его знакомство с моим замечательным творчеством приостановилось, ну, может, продолжится, не знаю. Доченька не читала ничего, и особо это неинтересно, у него какие-то интересы в других сферах лежат, ну, я к этому совершенно спокойно отношусь, вот. Как говорится, я их люблю не за это, они меня любят не за это, поэтому, ну, чего уж впихивать всего себя в детей, это одна из самых больших родительских ошибок, это попытаться детям, из детей сделать улучшенную копию себя и, в частности, подсовывая им то, что нравится самому, заставляя их, и в том числе вот то, что ты сделал, этим гордишься, и вот обязательно дети должны с этим ознакомиться. Это неправильный, конечно, подход, потому что дети, это как бы они, блин, на нас похожи, хоть даже зеркально, да, все равно это другие люди совершенно, и они должны, они самостоятельные люди, это отдельный человек, и он сам должен решать все про себя, в том числе, вот в таком интимном вопросе, как какую книгу читать. Моя задача им предложить максимальный выбор, в моем случае еще и написать чего-нибудь, за что им потом будет стыдно или не будет стыдно, а уж читать или не читать, это уж как получится. Да, вы вот правы-правы прям насчет того, что это отдельные личности, наверное, со мной родители не все согласятся, которые хотят детей сделать нечто похожее на себя. Да, правы вы. Скажите, у вас сайт очень хороший, такой информативный, четкий, понятный. Вот у меня вопрос, вы сами занимаетесь, да, Эмли? Да, конечно, то есть я, ну, я человек жадный, вот, и тщеславный, и мне странно, как бы, то есть, когда я и ленивый к тому же, и когда меня раз за разом о чем-то спрашивают, где книжку купить, а про чем книга, а кто-то такой вообще. Можно, конечно, отвечать всякий раз про это, а вы видите, я предпочитаю развернутые ответы, потому что, как сам журналист, люблю получать развернутые ответы, а не да и нет, поэтому вот ставлю себя на место как бы жертве. И из-за этого пытаюсь отличать всегда развернутые. А всякий раз, тем более, когда в режиме каждый день вот приходится говорить, а вот я вот такой-то, а у меня книжки такие-то, а не вот про то-то, а купите там-то, а это уже вы не купите, потому что она давно уже вышла, и вот в электронной виде она у меня на сайте лежит, например, да, или такая-то статья. Вот проще это сделать, собрав все, что нужно, все по максимуму, все, что можно в одном месте. Вот, ну, сайт по этому поводу стал замечательным таким выручающим элементом. То есть это вопрос о лености. А вопрос о жадности, ну, что я буду кому-то платить, если это можно самому попробовать делать? То есть это интересно. В WordPress шаблоны лежат везде. Вроде там не самое, ну, не надо быть денег, 7 и 5 и волку, чтобы чего-то из какого-то конструктора сделать готовое. Вроде люди делают, давайте какая-то что-то попробую. Ну, даже с точки зрения пурлажа, да, получится, не получится. Ну, вот, сделал раз, получилось, дыряни, выкинул, сделал второй, получилось, получше. Ну, вот, наверное, на четвертый или пятый раз что-то я смастерил, подобрал какие-то шаблоны, которые, в общем-то, удались. И уже, ну, в шестой или седьмой год, уже на третьей, по-моему, платформе, этот сайт существует, у него даже адреса менялись. Одно время там на «Идиатулин.ком» был, сейчас на «Идиатулин.ру». И, ну, он не то, чтобы там сильно популярный, не то, чтобы он сильно востребованный, тем более, что мы живем в эпоху, когда все равно сайты уходят. То есть сайт – это штука такая уже, морально устаревшая, как в начале нулевых годов уже оказались морально устаревшими видеокассеты, которые мы со страшной силой собирали, покупали, а вдруг выяснилось, что… А куда их теперь, все эти 150 штук, лежащих дома, девать? Надо бы на дачу вывезли, а на дачу тоже и белок нечего, потому что никто не смотрит видео. Сайты пихоньку превращаются в такую же природу, потому что все переходят в соцсети, в мессенджеры, ватсапы, чатики, там, телеграммы и прочее. А завтра уже это становится устаревающей натурой. Но пока оно как-то хоть кому-то нужно, и пока это остается таким амбарчиком, куда я могу сложить все, что там для меня цены, сам могу найти, это достаточно удобно. Вот, ну, все равно маразм наступает, старость же, не радость, и я как-то начинаю чуть-чуть придумывать. Придумывал, класс, класс. И первым делом надо все-таки проверить. Успел ли это написать, во-первых, Пушкин, как в известном стихотворении в песнике Высоцкого про полу несчастного плагиатора. И во-вторых, не успел ли придумать я сам. Я зачастую обнаружил, что да, эту штуку я уже три раза придумывал, поэтому в четвертый раз есть смысл ее не обнародовать. Вот сайт в этом плане здорово помогает. То есть это еще такой костылек, оказывается, для меня, маразмирующего. У вас и страница ВКонтакте тоже информационная очень. У вас на днях или вчера, или позавчера появилась там запись на Вайлдберсе вашей книги со скидкой. Я даже сегодня зашла, проверила. У нас в городе, к сожалению, без скидки, но все равно прикуплю. Хорошо. Мы самому сказали, мне говорят, в личку пишут, сначала один человек пишет в личку, за том, другой, я две твои книжки заказал, и всего лишь за 590 рублей. Прикинь, говорю, вау, как это, где это такое? Ну вот, на Азоне, на Вайлдберсе. Но я, естественно, побежал народ радовать. Тем более, что книги, так понимаю, тираж сбрасываются, поэтому скоро кончится. Есть смысл, если оно нужно, то лучше сейчас покупать. Ясно, спасибо. Ну, коль зашла речь о социальных сетях, у вас на аватарке, такой вопрос немножко, может быть, ну, не на тему творчества, на аватарке вы с котенком на голове. Такая добрая, хорошая аватарочка. Это ваш член семьи? Юля, да, вы пропали, что, видимо, говорили, да, на аватарке. Да, это кошка, да, она сейчас... На самом деле, вконтакте я еще... Ну, вам повезло, что вы видите меня вконтакте, потому что там у меня раз в неделю появляются какие-то посты, или раз в три недели. Я гораздо более бомбически, что ли, неудержимый в Фейсбуке, где у меня там по 2-3 постов в день, и где-то один-два, к сожалению, моему экстеду, они, в общем-то, представляют собой фотографию кошки. Потому что, ну, как... Прекрасно. Да, всякие переученные кошатки. У меня там, в Гостокгольске я кошки всюду терпеть не мог, а теперь вот стал жертвой Стокгольмскому синдрому, когда мы завели кошку, пришлось ее полюбить, и, в общем-то, ну, и она мне какой-то злобной взаимностью тоже отвечает, и поэтому фотографии, ну, то есть 95% фоток на моей ленте в Фейсбуке, это сводится к фотке этой... Да, она член семьи, причем, боюсь, что уже давно главный, но... Ну, да, сказать и так, да. К сожалению, да, никуда от этого не денешься. Скажите, ваши любимые книги детства? Крапивин, естественно, первый писатель, с которого я понял, что вот литература, это не просто какие-то отдельные книжки, которые, ну, они просто сами тебе интересны, они либо неинтересны. Вот на Крапивине я понял, что, оказывается, это зависит от автора, что вот если автор Крапивин, книга хорошая, если автор, ну, условно говоря, если с фантастикой, там, Александр Казанцев, да, то лучше его буду до 10 лет читать, а потом не читать, потому что становится стыдно и пальцы поджимаются. Если это, там, Охотников, или, ну, там, кто для меня был самым неинтересным писателем в детстве, ну, какой-нибудь там, господи, читал, меня в детстве потрясло, что бывают книги, которые написаны по соцзаказу в ЦСПС, например, да, вот такая книга называлась «Техника безопасности», она была очень интересной, вот, и, по-моему, Виктор Скопп написал его «Техника безопасности». Вот этого автора я, конечно, больше никогда не трону. Ну, вот, с Крапивиной началось, и я понял, что вот это, оказывается, если смотреть на фамилию на обложке, то можно многое для себя, вот этот вот мир, открывшийся перед тобой, это по ниточке вытягивать и делать своим. И проблема была только в том, что книжка особо не была. Крапивина, к счастью, печаталась в перевозе, в журналах «Пионеры» выражались следы открыты, и вот благодаря этому можно было выцепливать хотя бы новые книжки, а если попасть в макулатуре, которую мы все сдавали, залезать в эти кучи, то можно вот находить и старые журналы и читать там. А с книжками хуже дело. Ну, тем не менее, помогали макулатурные кучи и букинисты. Еще в букинисте же я открыл второго для себя главного писателя детства своего, это Виктор Конецкий. Он не очень хорошо известен, не очень широко, хотя я думаю, северянам и морякам он человек родной, конечно. Но вот, скажем так, чем дальше мы отходим от побережья, тем и от северо-запада, тем менее он известен, знает его в лучшем случае, как автор сценария полосатого рейса фильма и «33» и «Пути к причалу». Ну, на самом деле, конечно, он не этим крут, знаменит и славен, а просто это вот великий писатель, входящий, на мой взгляд, в топ и советских акторов, и не только советских акторов. И я, когда в Букинисти лазил по полкам, вдруг подшел его книжку о Ленинградском отделении Дед Гиза 1976 года, повести рассказы Конецкого. И что-то я первый рассказ прочитал, который там не зашел. А второй был только героический, он уже более зашел. А третий или четвертый, они были юмористические. Это был рассказ «Невезучий Альфонс» и один из двух рассказов, из четырех рассказов про Петра Ниточки на Морском Коварстве, по-моему. Они меня срубили совсем. То есть я вот в этот момент я, ну, во-первых, упал, катался по полу, читал, выл, пытался кому-нибудь все это зачитать, искал людей, и оказывалось, это было самое страшное страдание, конечно, у запойного читателя, когда ты находишь кусок какой-то, которым необходимо с кем-то поделиться, а никого нет. Поэтому читатели заводят семьи, в общем-то, для того, чтобы мучить их своими чтениями слуха за унылами. Я этим и занимаюсь до сих пор. И вот, когда я откатался, отвылся и отхохотал, я понял, что вот я нашел своего автора. И надо его собирать. И с ним была точно такая же история. Конецкий интенсивно напечатался в толстых журналах, в Неве, в первую очередь, в октябре, в «Звезде», по-моему, был. Я все это кропотливо выискивал в библиотеку, записывал себе на ладошке, что вот есть такой журнал, его надо искать. И бежал в бакунисты в макулатурный развал и выслеживал. У меня вот у нас вернее как в редакции Елены Шубиных, которые я сейчас издаюсь, АСТ, выходит через месяц-полтора книжка, которая, на мой взгляд, очень замечательная. Я вот сейчас не знаю, может, тайну какую-то озвучу, но... Но вы же не подписывали там никакие... А пока не подписывал. Выходит замечательный сборник про советскую жизнь, называется «Без очереди». Это сборник рассказов по типу того, что было у редакции Елены Шубиной про Москву и про Петербург. Теперь это про советскую жизнь. Там весь цвет, как всегда, у Елены Даниловны Шубиной собрался, авторов, и вот цвет как-то меня каким-то чудом пристегнули, и я вот... Мне предложили написать рассказ про что-нибудь советское. Вот мне сказали только, пожалуйста, если возможно, не про примерку платьев, не про очередь за апельсинами, и не про сколько джинсы стоили. Ну, во-первых, про очередь за апельсинами я написал уже в городе Брежневе, поэтому для меня эта тема закрыта. А вот голготки я по понятным причинам не мерял, а джинсы были равнодушны. Я и жил, естественно, книжками макулатуры. Я написал рассказ «Стране нужна бумага», собственно, про приключения, связанные с добыванием сокровищ из макулатурных луч. Получилось, по-моему, довольно трогательно. Я сам, когда я его перечитывал, из-за пандемии сборник отложился, он должен был выйти в прошлом году. Все рассказы написаны были довольно давно, полтора-два года назад. Локдаун, спасибо ему, так сказать, все это чуть было не накрыло медным казом, но, к счастью, все-таки книжка выходит, и я рассказ недавно в рамках подготовки последней выписки освежил в памяти, перечисал последний раз, но чуть-чуть не зарыдал, конечно, потому что это была интересная, трогательная и такая вот жизнь, они сказали, что с нежностью большой это написал, нежность, которую испытывал само собой. Ну и заканчивая длинную телегу про детское чтение, естественно, третьим любимым автором стали братья Стругацкие, которые до меня дошли довольно поздно, из-за того, что во время моего детства и отрочества их почти не издавали, их с 72-го года, с 73-го по 85-й, очень трудно, им некоторую заслонку поставили, потому что они неправильные советские писатели, и их издавали в очень малых количествах, а потом после 85-го года уже понесся поток. Ну и вот я до 85-го их искал-ускал, а потом нашел, и вышел, а оказывается, да, а не то, что мне нужно было. А о любимой книге вот так получилось, что из детства на все времена как странно самого для меня оказалось момент истины Владимира Богомолова, вроде бы такой довольно жанровый опять же приключенческий роман про военную контрразведку, про войну, про шпионов, ну вот как-то после того, как я его прочитал четвертый или пятый раз, я бы некоторым недоумением понял, что, наверное, это главная книга для меня, и ничего же с этим не поделаешь. Это, наверное, характеризует скорее меня, чем книгу, но все равно это уже исторический факт. Такой круг чтения детский был. А так и читал, конечно, все, до чего дотягивался. Я очень много лежал в больнице с пневмониями, с отитами, и поскольку телевизоров там либо не было, либо он был оккупирован более крупными детствами, с которыми не подерешься. В больнице часто были взрослые, не детские. И там, то есть особо там не было сверстников для общения, не было каких-то развлечений, пикуют там один раз вызовешь, и все уже дальше неинтересно. Поэтому приходилось вот как-то как-то себя развлекать. А единственный способ развлечения это книги. И я ходил, шакалил по всем баллам, попросил книжки, потому что я пачку которую принес с собой, она кончалась там второй вечер, и приходилось прячить. И я читал все, что возможно. Ну, с тех пор, наверное, так и получилось. У меня вообще есть теория о том, что у всякого, так сказать, яростного, запойного читателя в детстве что-то было не очень хорошая либо болезнь, либо там как-то вот не очень хорошо у него получилось коммуницировать с другими и так далее. То есть, вообще говоря, запойное чтение для ребенка, для подростка, это не то, чтобы правильная и здоровая вещь. Но, с другой стороны, вот мы же выросли, выжили. В общем-то, нам хорошо, так что, наверное, есть это мастер-мяга своя. Да, безусловно. Скажите, вот для вас успех, что такое успех для писателя и Диатулина? Ну, для писателя, для меня, конечно, успех приходить, максимум, найти своих читателей, потому что я прекрасно отдаю себе отчет о том, что я автор скорее не живой, что я не там стану миллиардером повсеградно обэкраненном и переведенном на все языки, ну, просто в силу того, что не потому, что я там плохой писатель, не потому, что я слишком хороший писатель, которого там масса нет, просто у меня вот такая нишевая вещь, я как читатель люблю не те книги, которые любят все, плюс к этому не люблю те книги, которые любят элиты так называемые, да, у меня вот какой-то свой подход. Ну, и, соответственно, пишу книги такие же. То есть я не для ширна-маз, я не для элиты, я вот для каких-то вот своих, да. И вот эти свои, это очень трудно определяемые, трудно формулируемые, трудно нащупываемые аудитории, что вообще отягощает судьбу и вообще существование любой моей книжки. И вот для меня успех и счастье главное, это то, что книга находит своих читателей. И чем больше этих читателей, тем лучше, потому что случайные люди там не попадаются. Нужно быть каким-то совсем упоротым, да, своим, проверка свой-чужой, как у военного прибора должна быть, она вот щелкает, и ты свой. И вот таким образом твоя книга является каким-то вот щупом, который позволяет своих найти в этом мире. Это очень вещь, которая, ну, больше книг, больше литературы, больше того, чем я, да. И это очень здорово, и мне очень приятно, когда даже когда я про это не знаю, все равно вот приятно, что кому-то моя книжка оказалась нужной, полезной, важной, и он получал от этого. Кто-то просто получал от этого удовольствия, кто-то получал от этого раздражения, но которое покидало его на некоторые размышления, что само по себе очень важно. А некоторые действительно там прилипают, прикрепляются и находят, как я пытался своих, или до сих пор пытаюсь, авторов, которые мне современные важны, нужны. Я им потихонечку в Фейсбуке где-нибудь еще прикалываюсь и слежу за искусствов, за тем, что они делают, потому что мне это интересно. Вот так же читатели приходят ко мне, кто-то в личку пишет, что он прочитал город Брежнев или Убыр, или в последнее время, это прям колоссально, спасибо вам большое, мне очень приятно. Кто-то во френды добавляется, кто-то просто вот присутствует незримо для меня, и для меня это очень важно и интересно. Это и есть успех. Хотя, конечно, денегу тоже хотелось в огромных количествах, но это не моя история. Я тогда вам несколько слов о своем читательском впечатлении. Я не так давно прочитала бывшую Ленина, мне она очень понравилась, но мне показалось, у вас такой стиль своеобразный. Может, он станет узнаваемым, а может, вы в каждом жанре будете, так сказать, по-своему писать, каждый жанр индивидуален. Но у вас тяжело входить, лично мне было, но оторваться уже потом невозможно практически. Вот, сейчас у меня тоже самое происходит с книгой «Город Брежнев». Спасибо вам за какие-то переживания в лагере, вот эти, с которой начинается книга. Спасибо. Нахожу прямо какие-то параллели со своим лагерем, узнаваемые абсолютно. Так что спасибо большое. А бывшей Ленина мне показалось немного, какое-то созвучие, ну, может быть, тема к этому, об этом. Немного на Юрия Трифонова, на московские повести, да, чуть-чуть, там же у него обмен есть. Вот что-то, что-то, что-то мне показалось таким вот, слегка, слегка похоже на такой бытовой экзистенциализм. Ну, это мое впечатление, может быть, ну, у каждого читателя свое, ну, в общем, вот. А как библиотекарь могу сказать, у нас сейчас на полке ни одной вашей книги нет. Вот есть вот журнал, сегодня нашла, знамя за 2006 год, где у вас эра водоления. Да, может, библиотека у нас же есть. Вот, наверное, сегодня заберут, я так подозреваю. Вот, так что спасибо. Да, это, кстати, да, это такая редкостная повесть. Ну, может быть, в этом году ситуация исправится, потому что я, ну, в общем-то, подписал договор с редакцией Елены Шубиной о том, что летом выйдет сборник моей малой прозы, скажем так. Тут все, что обойдет из написанного в нереалистическом, что ли, жанре старенького будет. Аэра Водолея, это все-таки, несмотря на такой совсем вроде запев реалистический и чиновничий даже, это все-таки не совсем реализм. Хочу об этом предупредить. Вот, и там будет одна новая повесть. То есть в этом сборнике, который пока называется по названию, ну, рабочее название может поменяться, конечно, но суть в том, что главным его ядром станет новая повесть «Светлая память», фантастическая, которая вот только написана. И Эра Водолея как бы старым пропуском станет. И плюс там будет еще с десяток рассказов тоже фантастических, околофантастических, которые до этого выходили только в журналах, сборниках, либо в интернете. То есть такая вещь должна быть. С редакцией Елены Шубиной, да, Елены Шубиной? Да, да, да. Пока они меня не гонят, мне все равно оттуда проситься. С Еленой Даниловной несколько лет назад общались, и она посоветовала обратить внимание, по телефону общались, на автора Владимира Шарова. Посоветовала, и так случилось, что он к нам в Манчегорск-то и приехал в 2016 году. Да, да, была у нас встреча вот в этом зале. Вот, но встреча-встречи, то есть с Манчегорск, он же автор очень своеобразный, тоже вот не для всех. Да, да. При этом он один из людей, который оправдывает существование русской литературы в последние полвека. Абсолютно согласна. И вот мы, кроме того, что встречались с читателем, мы с ним просто гуляли по городу. А он был у нас в феврале, была наша красивая зима, не то, что сейчас, вот, наверное, во всех городах. В общем, он ходил, воздорогался и говорил, господи, я такого снега в Москве не видел. Ну, и даже побежал там в это, на наше озеро, которое уже, и Мандра, которое, конечно, было во льду, но он там чуть ли не провалился. В общем, да, я это все к чему? Каким вам запомнился наш Манчегорск? Ну, я тоже ехал как раз, ну, мы в Манчегорске-то были несколько часов буквально, мы из Мурманска приехали, вот, в Манчегорск, Снежногорск. Мы съездили, вот такой был ЧОС, и он был все-таки по, как бы, на линии конкурса Книгуру, премии, в которой я в то время присутствовал как финалист-неудачник, потому что я дважды был в финале, так ни разу лауреатом не стал. А сейчас я компенсирую эту неудачу тем, что стал членом Совета экспертов, и сам решаю, кого пускать в финал, кого не пускать. Но, к сожалению, дальше уже мои полномочия заканчиваются, потому что победители в этом конкурсе определяют подростки-дети, то есть там просто уже ничего не могут сделать, и как бы я не хотел на это влиять, ничего у меня не получается. Но вот из-за того, что так произошло, мы, такой у нас был стремительный марш-бросок по детским библиотекам, и, в общем-то, я не очень много увидел, кроме того, что был совершенно диковинный, действительно, снег, которого я в Москве очень давно не видел, ну, как, я его, можно сказать, вообще не видел, потому что в Москве снега нет в принципе, там, в Москве это какие-то недоразумения бывает два раза за зиму, и всё. То есть в Москве нет нескольких вещей, две из них для меня самые, как уроженцы по Волжи при Урале, для жителей при Урале, потому что человек всё-таки рядом с Уралом, для меня были такими трагическими, это отсутствие солнца и отсутствие снега. Потому что когда я первые недели и месяцы в Москве жил, я в Казань приезжал, семья ещё там оставалась, я приезжал просто за порцией солнца и за порцией снега, я как раз в ноябре переехал, вот и хожу, кругом серое, серое небо, серые дома, серые прохожие, серый асфальт. И всё вот это одинаково, однотворно, как в ВСЛ, появившемся несколькими годами, только не так увлекательно, интимно, к сожалению или к счастью, и не бьёт никого к счастью. И получилось, чтобы мне страшно этого не хватало, и потом всякий раз для меня командировки, которые я выезжал из Москвы, были командировками именно за порцией своей снега и солнца. И вот Мончегорский солнце тогда было тоже не ахти, потому что это был, по-моему, тоже ноябрь или декабрь, но там был такой морозец, и мы ехали, фотографировали, там бежали, фотографировали деревья, которые были в кружаке, в гинии, в толстом слое. В общем, это было очень круто, в большем почти я лучше всё и забыл давно, но вот такие снежные клубы новогодние вместо деревьев запомнились навсегда. Спасибо. У нас время подходит к концу, наше время для беседы. Давайте вопрос. У нас сегодня на встрече ваш коллега Андрей Русланович Буторин, писатель-фантаст. О, здравствуйте, Абрия. Не, вы подойдите, а то у нас время заканчивается. Бегите и спрашивайте. Можете сесть? Андрей, здравствуйте. Спасибо вам большое за тёплые слова в адресу Буора и за всё остальное. Мне очень приятно было, лестно и трогательно. Спасибо. Мы немножечко познакомы, мы всё-таки в соцсетях зафренджены. У меня вот такой вопрос. Правда, вы уже ответили частично на него, но как бы у меня, как писателя, тоже. Как вот этапы работы? Вот существует как бы три, но основные, скажем так, пути. Пишем произведение, которое мы захотели написать. Вот пришла идея, написали, потом предлагаем издательству. Либо же пришла идея, мы синопсис предлагаем издательству и уже в зависимости от этого пишем или нет. Либо издательство предлагает что-то, какую-то тематику там или какую-то идею подразумевшись, написать и заключать договор. Вот чаще как вот у вас происходит? У меня, допустим, были все вот эти три варианта. Вот. Как вот вы чаще вот эти? Спасибо. Ну, третий вариант для меня практически неприемлем, потому что мне, во-первых, это неинтересно, а во-вторых, это, ну, в общем-то, я всегда всё равно знаю, что напишу не так, как бы собирался изначально. Вот. По тому же принципу, ну, то есть я могу написать рассказ, но не по, ну, что касается второй части, да, то есть у меня симбиоз второй и третьей части, то есть издательство, вот как в данном случае, как я говорил, собирает некоторый общий продукт, сборник, там вот рассказан такую-то тему, вот, что бы ты про это мог написать, тебе это интересно или нет? У меня первая реакция, конечно, нет, неинтересная, я не буду ничего писать, не хочу писать, не люблю. Вот. А потом я начинаю думать и ещё чего-то надумываю. И все у меня рассказы, вся малая форма практически, она получалась либо на спор, либо вот по таким вот внезапным просьбам. Рваная грелка, конкурс проходит, и вот мне говорят, наверное, не сможешь написать рассказы. Ах, так? Вчера началась. Ну, я в ней не участвую, я вообще, как бы, небольшой любитель писать быстро, но всё, ну вот, меня два раза на слабо взяли, один раз настолько сильно взяли на слабо, что я аж два рассказа написал за две ночи. Вот они, надеюсь, выйдут тоже в этом сборнике «Светлая память» для Рвана Грелка. А так я, видите, в ней не участвую, вообще пытаюсь, я очень азартный человек, поэтому я не играю в азартные игры. Вариант того, что мне предложат написать какую-то себе по синоптицу какую-то вещь большую, да, он вообще исключён, то есть такие вещи я пробовал, когда пытался что-то делать в кино, мне предлагали, давай сделать это, ну, убедился, что, наверное, это вообще не работает, то есть то, как я это вижу, и то, как видят продюсеры и потенциальные какие-то заказчики, это совершенно разные вещи, ну их нафиг. Вот. А предлагать по синоптицу тоже мне тяжеловато, потому что я знаю, что, ну, я всегда чётко себе представляю, как книга будет развиваться, чем она закончится, и какой будет главный эпизод. Вот. Всегда получается по-другому. То есть я пишу вот по чёткому плану. Абсолютно всегда по-другому. Ну и получается, я синоптицом всех обманул. На самом деле, редактор понимает, что так обычно и бывает, но мне будет неловко. Поэтому, и потом, бог его знает, когда я её допишу. Поэтому для меня рабочим представляется только первый вариант. Я дописываю книгу, я её сам, мне за неё не стыдно, она у меня есть готова. Я никого не обманул со сроками, с темой, с тем, про что это, с героями. Вот я уже даю такой товар, да, ты шутаешь, занимаешь вещь. Понимаешь, что это твоё берёшь, не понимаешь, ну извините. Из-за этого у меня была пара эпизодов, когда вот у меня две книжки были довольно проблемные, но их никто не хотел брать. Все говорили, слушай, ну ты бы предупредил, мы бы серию замостырили. Или ты бы предупредил, мы бы тебе сказали, как я бы переделал. Я говорю, ну а толку бы вы сказали, я бы не стал переделывать. Это моя книга, а не ваша. Ну вот видишь. Но в итоге они всё равно вышли, не то чтобы там оказались плохими, но вот для меня проще, как в том анекдоте, да, у Бармана, проще 10 раз штраф заплатить, чем руку сбить. Вот у меня рука набита так. Я пишу ровно так, как у меня пишется, и ровно в те сроки. А подгонять себя под чужие условия мне неинтересно. Ну, спасибо. Ну, в общем-то, для меня тоже предпочтительный первый вариант. Хотя бывает, что и... Ну, понятно, да. Когда ты профи, когда ты живешь только на то, что тебе заплатят за книги, конечно, тут уже тяжелее выпендриваться, и тебе приходится идти и на третий вариант, и на второй, и на третий, и использовать интенсивнее. Кстати, в серии, вот у вас эти серии «Сталкер» были, я знаю. Но я могу себе это позволить, потому что я не профессионал. Я зарабатываю деньги на жизнь за счет работы в издательском доме «Коммерсант», за счет журналистики и редакторства. А книги для меня всегда по-прежнему остаются источником дополнительного, небольшого очень дохода, который гораздо в разы меньше моего годового дохода. И раньше, до последнего времени, он был меньше моей месячной зарплаты, любой бонерар за книгу. Поэтому книга пишет два-три года, получаю меньше зарплаты месячной. Ну, не из-за этого, получается, я этим занимаюсь, не из-за денег, а просто потому, что вот такое придумал, такой главняк на меня свалился в каком-то раннем возрасте, еще не сбрасывается. Все, привет, приехали. Отлично принимаю. Спасибо. Спасибо большое, Андрей. Спасибо. Всего хорошего. Не болейте. Давайте в завершении. Очень рада были вас. Хотелось сказать, вживую увидеть, послушать. Ну, покажи, уже неплохо. Хоть и онлайн, но все равно. У нас пожелания для вас есть. Желаем вам творческого драйва. Вы человек очень, я смотрю, такой, да, активный, разножанровый и очень как-то так развернутый, много отвечающий на вопросы. Трепливый это называется, да. Трепливый это называется. Да не, ну, как сказать. Ну, да. Можно и так. Так, ну, все по делу, все очень интересно. Какие-то вещи просто открываешь для себя, вот лично для себя. И так, на карандаш берешь, потом наверняка прочитаешь, обратишь внимание на что-то. Творческого драйва, здоровья. Ну, и когда-нибудь еще побывать на Кольском Севере. И увидеть свет. Обязательно. Да. Уже хочется. Спасибо огромное. Удачи всем. Не болейте, пожалуйста. И читайте книги. Самые разные, самые интересные. Это интересно. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok.